Сергей Константинович Никитин, он был первым председателем нашего союза. И вот в альмонахе 2016 года, не случайно о нем я написал, и его поместили маленький рассказик. Альмонах Владимир в нашем городе выходит без перебоев уже 22 года. Здесь публикуют свои стихи и рассказы молодые авторы региона, печатаются забытые произведения прославленных земляков и раскрываются краеведческие тайны. Раз в год над его созданием трудятся члены Владимирского союза писателей. Работа держится на голом энтузиазме. Гонораров за труд писатели не получают. Евгений Павлович Телегин был такой, возглавлял союз художников. Он говорит, что бы ни случилось, мы все равно будем красить картины. То есть писатели сейчас по призванию должны быть. Но прекращать работу авторы не намерены. В этом году Владимирское отделение союза писателей отмечает юбилей. 55 лет со дня создания. Сегодня в его рядах 39 писателей. И сейчас они задумали новый проект, набитая материалами папка для нового журнала «Клязьма». Здесь будет все, чем живет область. Работы художников, реставраторов, материалы о театре, рецензии и стихи молодых авторов. Всего 145 страниц. Первый номер, который мы выпустим, это пробный шар. Мы на нем должны откатать все. Как он будет распространяться, кем будет распространяться и так далее. Потому что со следующего года я бы очень хотел, и верю, что в это получится, он должен быть, этот журнал «Клязьма» ежеквартальным. Сегодня на журнал «Клязьма» писатели получают грант от муниципалитета. 50 тысяч рублей – премия для первого выпуска периодики. В этом году за поддержкой своих идей обратилось 19 некоммерческих организаций города. Но гранта получили лишь 16. Чиновники отобрали только лучшие и общественно полезные идеи. Уровень проектов был очень высок. Комиссия работала очень тщательно, выбирая. И было непросто отметить, потому что действительно уже 9-й год проведем это мероприятие. И качество подготовки документов, и те проекты, которые они представляют, действительно являются очень интересными и приоритетными в жизни нашего города. Весь призовой фонд – 700 тысяч рублей. Каждый стипендиат получит от 20 до 80 тысяч. Среди инициатив – реабилитация инвалидов-опорников, молодежную форму от общества слепых, школу ухода за больными от Владимирского Красного Креста. Не забыли и о межнациональных отношениях. Среди инициатив – два проекта от Владимирских национальных общин. «Дружба народа через другую культуру» – проект, который культурно-просительская программа. Она у нас рассчитана на 5 лет. Мы сейчас реализуем четвертый этап, четвертый цикл. Каждый год начинается новый цикл. Это культурно-образовательный проект. То есть у нас будут в течение года образовательные секции, работы в секциях и ряд отчетных культурно-массовых мероприятий. Свои проекты и стипендиаты планируют реализовать в этом году. Новый журнал «Клязьма» выйдет в свет уже в июле.